Грамотные бизнес-планы Об этом расскажут наши сызранские корреспонденты. Школьники Жигулевска изучают древние народные праздники, открывая через игру и творчество новые страницы истории. На одном таком представлении мы и побываем. Более 40 крестьянско-фермерских хозяйств в Самарской области в этом году получили гранты в рамках программы господдержки фермеров. В этом списке два хозяйства из Кенельского района. Каждая из них представила свой сельхозпроект, на развитие которого получила полтора миллиона рублей. По условиям программы в течение года эти средства нужно израсходовать по целевому назначению. Статус КФХ многочисленное подворье на Баян получило меньше года назад. Когда численность местного стада перешагнула планку 200 голов, в рамках личного подсобного хозяйства стало тесно. А вот организация КФХ дала возможность поучаствовать в программе поддержки начинающих фермеров и новый толчок к развитию. Сегодня семья Набаян – обладатель гранта суммой в полтора миллиона рублей. Два фермера с нашего Кенельского района получили гранты. На сегодняшнюю цель поездки мы обязаны проводить проверку освоения этих денежных средств. Грантовые деньги, согласно условиям сельхозпроекта, будут потрачены на приобретение нетелей мясных пород. 32 головы крупного рогатого скота станут чистопородным генофондом для развития в хозяйстве мясного скотоводства. К концу года общее поголовье в КФХ Набаян должно вырасти до 600. При этом фермеры могут рассчитывать на дальнейшую поддержку государства. По областной программе развития мясного скотоводства они уже начали получать субсидии на содержание КРС. В будущем стать участником программы сможет и фермер из Малой Малышевки Сергей Добин. Его сельхозпроект только начал реализовываться. На грантовые средства фермер строит коровник на 30 голов молочного стада. Закончить планирует к Новому году. Второй этап – оборудование помещения и приобретение поголовья – сейчас просчитывается до мелочей. На эти деньги сейчас только построить, все довести до ума, чтобы все было. И брать кредит уже на поголовье. А рассчитываться как? Надо сначала все это просчитать. Сколько будет молока, какая будет реализация, сколько будет уходить на корма. И уже от этого надо плясать. По проекту мини-ферма будет включать общий зал для содержания коров, молочный мини-цех и даже ясли для телят. Общая стоимость проекта по предварительным подсчетам около 2 миллионов рублей. При этом львиная доля – грантовые средства, без которых воплотить идею в жизнь фермеру было бы не под силу. Это реальная возможность сегодня зарабатывать средства и обеспечить себя и окружающих. Ведь условия гранта – это сегодня не только создание конкретного предприятия, но и создание рабочих мест. То есть вопрос решается и самозанятости семьи Добиных, и занятости населения, в данном случае малой малышки. При этом фермер не собирается бросать и свое прежнее подворье. 400 голов птицы – сегодня основной источник доходов семьи Добиных. А вскоре Сергей планирует предложить городскому покупателю еще и деревенскую молочную продукцию. В каком виде – фермеру подскажут законы рынка и потребительский спрос. Елена Грошева, Николай Лямин, телекомпания «Междуречье», Кенельский район. В Самарской губернии действует целевая программа «Молодой семье. Доступное жилье», рассчитанная до 2015 года. Ее основные задачи – оказание социальной поддержки в улучшении жилищных условий за счет бюджетных средств и создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств и дополнительных финансовых ресурсов. 34 молодых семьи города Кенеля стали счастливыми обладателями сертификата «Доступное жилье», который поможет им решить жилищный вопрос. На сегодняшний день самой актуальной проблемой для молодой семьи является решение жилищного вопроса. Ведь только единицы после свадьбы могут позволить купить себе квартиру. В некоторых случаях подаренных денежных средств хватает максимум на третью часть приобретенной недвижимости. Но большинству все-таки приходится решать этот вопрос самостоятельно. И иногда долгие годы. В итоге арендовать комнату остается единственным вариантом. Но и это не выход из ситуации. Программа «Молодой семье. Доступное жилье», именно городская программа, действует на нашей территории с 2007 года. Более 100 семей уже получили у нас на сегодняшний день эти сертификаты. На учете состоит более 300 молодых семей, которые бы хотели в рамках данной программы получить жилье. В рамках программы работает три бюджета – федеральный, областной и муниципальный. Ежегодно в городской бюджет закладываются немалые деньги для того, чтобы обеспечить данные сертификаты. Не надеялись, что когда-то получим вообще эту выплату. Свидетельство душу греет, но еще пока не понимаем, наверное, всего счастья. Получение свидетельства – не только праздничное, но и очень ответственное событие. Не исключено, что при реализации документа будут возникать трудности. Но со всеми вопросами можно обращаться к специалистам отдела по делам молодежи, которые в рамках своей компетенции обязательно помогут. Николай Дробышев, Анастасия Верина, телевизионный канал «Надежда», город Кенель. Федеральная программа субсидирования и строительства – активная позиция местной власти и бизнеса. Таковы составляющие для открытия новых детских садов. Этот процесс активно идет в Сызране. На днях здесь открылся детсад, который станет вторым домом для 240 малышей. В эту группу ребята пришли совсем недавно, всего две недели назад. Но за это время успели здесь освоиться, познакомиться друг с другом и со своим воспитателем. Ребята адаптировались очень быстро у нас. Пришли, то есть познакомились и уже как здесь и были они. Занимаемся, проводим мы всякие занятия, загадываем загадки, читаем книжки, играем в игры. Гуляем на улице. В эту старшую группу пока ходят 11 ребят, но скоро их будет почти вдвое больше. Новый садик «Елочка», рассчитанный на 240 мест, готовится принять остальных дешкалят. В соответствии всем пожарным и санитарным нормам позволяют назвать этот садик примером для подражания. Такие результаты достигнуты благодаря участию в реконструкции этого здания области и города на равных. Оценить эффективность такой работы прибыл и недавно назначенный на пост лица губернатора области Дмитрий Овчинников, что символично бывший министр образования Самарской области. Небольшая экскурсия по зданию, торжественная программа «Антешкалят» и дополнительный повод порадоваться тем родителям, кто еще стоит на очереди в детский сад. Мы попали в федеральную программу субсидирования строительства новых детских садов. Сегодня два садика закладываются в городе Самаре, там тоже ситуация не очень простая. И один садик в городе Сызрани. Еще раз говорю про то, что эти муниципалитеты вовремя подготовили всю необходимую документацию, очень оперативно сработали вместе с правительством. И с удовольствием я сегодня слышал о тех выделенных еще 90 миллионах, которые еще пойдут на детский садик. Нельзя не сказать и о строительстве за счет бизнеса, большого детского садика, современного закладки, еще одного детского садика за счет бизнеса. Вместе с тем, проблема с очередностью в детские сады по-прежнему остра. Хотя работа по решению этого вопроса ведется на всех уровнях – муниципальном и областном. Но, во всяком случае, определенные шаги уже сделаны. Так, в этом году в детсадах Правобережья открыта 31 группа на 620 человек. Плюс новый детский сад на Образцовской площадке, строящийся при участии двух ведущих предприятий города. Возможно, именно этот вариант – сотрудничество бизнеса и власти всех уровней – наиболее вероятное решение вопроса по снижению очередности в детские сады в нашем городе. Людмила Ермакова, Дмитрий Медведев, телекомпания «Катова луч», Сызрань. Третье воскресенье ноября – день, объявленный Генеральной Ассамблеей ООН, Всемирным днем памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. В Безенчукском районе прошла акция, посвященная этой дате. В ней приняли участие школьники, молодежь, сотрудники ГИБДД. Учащиеся провели акцию на центральной площади, привлекая внимание водителей собственноручно нарисованными плакатами. «Внимание, пешеход, водитель, уступи! С правилами легче жить! Не гоните водителей, вы ведь тоже родители!» Возможно, участие в подобных мероприятиях поможет детям ответственно относиться к безопасности на дорогах. Главное, чтобы вы не забывали о том, что многие из вас тоже станут водителями. Машина – это очень опасный механизм. За 2012 год в России зарегистрировано 170 тысяч дорожно-транспортных происшествий. В Самарской области, по данным ГИБДД, произошло 3800 ДТП. Статистика по Безенчукскому району. С начала года 50 ДТП. 13 погибших, 64 раненых. Страшные цифры. В ходе акции учащиеся обратились к водителям с просьбой быть осторожнее на дорогах и зачитали им письма. «Уважаемый водитель, вы, наверное, родитель. Собираясь в дальний пуск, аккуратнее в трое пуск». Подобные акции и мероприятия прошли по всей стране. Они преследуют одну главную цель – донести до сознания как можно большего количества наших сограждан мысль о том, что сохранение жизни и здоровья людей на дорогах возможно только при условии соблюдения всех норм и правил безопасности. Татьяна Нагорнова, Наталья Гонзуревская. Телерадиокомпания «Аспект». Безенчукский район. Национальным традициям и обычаям в школах города Жигулевска уделяют особое внимание. Здесь уверены, что почитание народных праздников – неотъемлемая часть как культурного, так и патриотического воспитания молодежи. На днях в школе номер 13 отпраздновали Кузьминки. По народному календарю это первый зимний праздник в честь святых Космы и Дамиана. По-простому Кузьмы и Демьяна – покровителей ремесел. В честь праздника ремесла, рукоделия и семейного очага каждый день недели на перемене проходили встречи Кузьмы, народные игры и забавы, город мастеров и ярмарка. В завершающий день ученики младших классов под руководством педагогов подготовили праздник для своих одноклассников и родителей. Рассказав об истории Кузьминок с помощью народного фольклора. Кузьма Демьян пришел, встречаем тебя хорошенько, угостим нас славу. Дети, во-первых, знакомятся с народными традициями, потом они сами своими руками что-то мастерят, им это все нравится. Вот сегодня у нас гости 14-й школы, если им понравится вот наша такая инициатива, мы поделимся, придем к ним, покажем, как это происходит у нас. Изучение народной истории в игровой форме с помощью фольклора в современной педагогике имеет большое значение. Таким образом, дети легче всего усваивают информацию. В свою очередь, знания истории родного края способствуют формированию духовно-нравственных ценностей. Кристина Курдюкова, Олег Калмыков, телеканал ФТВ «Жигулевск». 21 ноября храм во имя архистратига Божия Михаила в селе Лозовка Кенечеркасского района отметил 170-летний юбилей. Его история корнями уходит в начало 19 века. От строительства храма всем миром в 1842 году до полного разрушения в годы советской власти с последующим восстановлением. Лозовский храм строился долго, целых 30 лет. Его появление ждали, как ждут рождения единственного ребенка. После освещения престола и стен храм стал средоточением жизни села. Здесь крестились, учились в приходской школе, укреплялись в вере, венчались, отсюда провожали земляков в вечные обители. Когда храм был полностью достроен, вызывали мастеров, которые расписывали храм внутри, в классическом стиле, фрагменты остались до сегодняшнего дня. Упорядоченная и слаженная жизнь села длилась до 1928 года. Тогда в Поволжье царили голод и разруха. Совнарком принял декрет о конфискации церковных ценностей в пользу голодающих. А в Лозовском храме активисты решили разместить правление. Помешал случай. Тоже сначала все решили, точно здесь правление разместят. Но потом как-то заходить стали и слышали женский плач. Испугались этого. То, что мы поняли, что по-настоящему здесь все равно обитает. Историю Лозовского храма Андрей местный подросток знает неспроста. Ее он собирал по крупицам в школьном музее, библиотеке, работал с архивными документами, беседовал со старожилами села. Прихожане счастливы. Не только Андрей, но и другие лозовские ребята всегда охотно откликаются на просьбу помочь храму. Сейчас, которые дети у нас учатся в школе, помогали нам убирать территорию здесь при церкви осенью. Привлекаем. Мы стараемся, чтобы все-таки дети наши приучались к Богу, как нас когда-то отучили. Мы сейчас стараемся все-таки, что мы знаем, что Бог нужен нам всегда. И в трудную минуту особенно всегда мы про него вспоминаем. У храма еще много проблем и нужд. Неподъемных для села денег стоит восстановить настенные фрески, которые сильно пострадали в тот период, когда внутри помещения большевики устроили зернохранилище. Хотелось бы восстановить престольную икону с изображением архангела Михаила. Да никто не берется. Нет образца, с которого можно было бы списать. Есть купол для колокольни, но нет шатра, на который он устанавливается. Но много и радостей. Растет число прихожан. Во время больших православных праздников здесь всегда многолюдно. Приезжие щедро дарят храму иконы. Но главное, у юных жителей села есть интерес к истории храма. И есть вера, которая поможет им не допустить ошибок прошлых поколений.